Эта программа говорит губерния, и сейчас возвращаемся, видимо, к главной городской теме прошлой недели. Благодаря нашей зрительнице мы узнали, что, оказывается, широко известный пляж на Амуркабеле перерыт, точнее, огорожена большая часть, и ведется строительство. Давайте посмотрим один из роликов, который она прислала. Ну вот я зашла за забор, смотрите, что здесь понасыпали. Там рыба была, рыба! Вот, это явно не пляж будет. Что это? Это какая-то насыпь, что-то здесь будет, какая-то пристань для кораблей. Вот и все. Какой это пляж? Где пляж? Какое благоустройство? Забрали у людей. Вон, и всех переселили вот на этот кулачок. Ничего, кулачок просто. После показа одного из предыдущих роликов нам пришел ответ из мэрии, что там ведется строительство, я цитирую, снеглоплавильной станции, которая необходима городу. Ну, в принципе, согласен. Еще зимой говорили, что такая станция необходима городу. О том, насколько это законно, пусть выясняют соответствующие органы, насколько я знаю, природоопранная прокуратура этим занялась. Но мы поговорим сегодня исключительно про экологию. Поэтому у нас в гостях снова Владимир Сидоров, председатель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Кстати, вы сами там купаетесь на Амур-кабеле? Нет, на Амур-кабеле я не купаюсь, но в Амуре я купаюсь исключительно на левом берегу. Ну, в принципе, мне кажется, почему еще это вызвало такой общественный резонанс? У нас на Амуре, в принципе, не так много мест, где можно искупаться. Я же не говорю о том, что у нас купаться вообще запрещено. Вообще-то запрещено, да. Но если, опять же, повторяю, юридическую сторону оставим в стороне, пусть занимаются контрольные органы, с точки зрения экологии, что важнее? Место для релаксации все равно необходимо, даже если не купаться, людям надо где-то загорать. Либо снегоплавильная станция, с точки зрения эколога. Ну, это место на Амур-кабеле давно находится под нашим вниманием. Дело в том, что из года в год там одна и та же проблема с точки зрения экологии. Это свалки, которые оставляют после себя отдыхающие. И дело в том, что большая часть вот этих прибрежных зон не является официальным местом для отдыха. То есть это стихийные, исторически сложившиеся места, где люди привыкли ходить, отдыхать, оставаться у воды и тонуть. Причем вот это место, оно имеет достаточно печальную историю с точки зрения количества людей и детей там утонувших. Я подтверждаю, только недавно обсуждали тему утонувших. И действительно была информация, что там вот, пожалуй, чаще всего утонут люди. Вы совершенно правы, но люди просто привыкли, что это пляж. На самом деле, официально там пляжа же и не было. Ну, там была зона отдыха у воды, так называемая. Она, по-моему, так и осталась. Да, она осталась, ее часть, но люди испытывают явные неудобства из-за того, что рядом с этим местом ведутся земляные работы. И, конечно же, люди обращаются, бьют тревогу, жалуются. Наша задача проверить, насколько это место действительно законно занято предпринимателями и что там происходит. Ну, вот вы правильно сказали, что, согласно информации мэрии, там ведутся работы по подготовке земельного участка к строительству снегоплавильной станции. А давайте напомним, что такое снегоплавильная станция. Я помню зимой, когда была прямо противоположная проблема, да, все люди жаловались, что снег перекидывают из одного двора в другой. Куда-то, говорят, вывозите, а куда? Собственно, куда ты привезешь там свои местные жители? Действительно необходимо снегоплавильная станция? Совершенно верно. В городе Хабаровске эта проблема стоит очень остро. Мы с вами недавно совершенно обсуждали эту тему. Смысл проблемы в том, что загрязненный на автомагистралях снег в результате таяния попадают в воду достаточно агрессивные химические соединения, которые через ливневую канализацию спокойно попадают в реку Амур. В городе традиционно существует две площадки, куда предприятиям предписано свозить свой снег для того, чтобы он там спокойно растаял. И эти площадки имеют определенные требования санитарного экологического законодательства. Это должны быть специальные земельные участки, обвалованные, с покрытием, что, в общем-то, не позволит стокам при таянии снежных масс попасть напрямую в водный объект. То есть у нас уже такие станции есть, да? Не станции, а просто площадки, куда этот снег администрация города предписывает всем, кто его убирает, свозить. Это как и муниципальные службы, которые занимаются уборкой улиц, так и частные предприятия, которые свою территорию просто очищают. А можно назвать это? Да, это одна из них, это за заводом Балтика, это карьер бывший, где, собственно говоря, такая углубление, и там эта станция есть. И второе место, это в районе базы Дерсу, где вот на тюбингах раньше катались, где еще скалодром. Вот это второе место, утвержденное постановлением администрации города, куда предписывается свозить. Но и эти места, понятное дело, являются таким вынужденным и промежуточным звеном, потому что снегоплавильная станция, по большому счету, это уже специализированное предприятие, которое позволяет все стоки оттаяния снега очищать до экологически безопасных параметров и добиваться того, что в воду нашей реки не будет попадать огромное количество вредных веществ. Я прав, что плавление снега ведется уже зимой? Конечно, конечно. То есть мы не дожидаемся? Мы не дожидаемся специальной технологии. Ну вот, например, в Москве есть у Мосводоканала технология, где эти массы снежные плавятся за счет теплых теплоты канализационных стоков. У нас, я так понимаю, технология будет немного другая, но в любом случае к подобным объектам предъявляются достаточно жесткие требования в части безопасности этих стоков. Если честно, нам в течение прошлого года зрители вот несколько проектов других городов присылали, спрашивали, почему у нас не строится. Вот, дождались. Ну, дождались, конечно. Это закономерное и, мне кажется, поступательное развитие нашего города. Самый сложный вопрос. Вот с точки зрения эколога, вот та площадка за амуркабелем, это подходящее место, чтобы устраивать снега. Ну, с точки зрения закона, водный кодекс не запрещает подобного рода объектов на береговой зоне с условием того, что они не будут наносить ущерба окружающей среде. Естественно, проекты подобные проходят очень жесткую экспертизу. Очистные сооружения, которые на таком объекте, в общем-то, предполагаются, они очищают воду до рыбохозяйственных показателей. То есть, это показатели, которые не хуже того объекта, в который, собственно говоря, сброс этой воды происходит. Уже талой, да? Ну, кстати, можно еще раз показать тот ролик? Мы рассмотрим. Как я понимаю, там строится какая-то дамба, которая, собственно, и будет огораживать амур от попадания туда непосредственно вырастающего снега. Ну, и это в том числе. Дело в том, что этот участок попадает в подтопляемую зону, и там необходимо производство берега укрепительных работ, которые будут защищать от паводков те объекты, которые на этом месте будут подстроены. То есть, это еще работы предварительные, которые позволят впоследствии там этот объект разместить. Ну, по моим предположениям, видимо, там будет какая-то дамба. Ну, и в принципе, если раньше люди загорали на необорудованном месте после строительства этой дамбы, никто же не будет мешать там загорать точно так же? Я уверен, что нет. Тем более, что согласно законодательству доступ к воде должен быть обеспечен жителям. И это требование, которое очень жестко сегодня соблюдается. Ну, на мой взгляд, просто чисто пиаровски, наверное, мэрия попала в просак. Мне кажется, это надо было заранее людям объяснить, чтобы не поддавался, не начинался такой ажиотаж, как вы считаете. Да, ну, конечно. Потому что первые несколько дней отдыхающие вообще не понимали, что происходит. Ну, сегодня я переговорил и с руководителем индустриального района, и с представителями отдела экологии администрации города. Ну, естественно, все в курсе, все понимают, что этот объект городу нужен. Другой вопрос, насколько жители были уведомлены об этом, да. Ну, здесь, на мой взгляд, конечно, можно было рассказать подробнее и объяснить, что такой объект, ну, во-первых, для города, для инфраструктуры это шаг вперед, безусловно. Ну, и во-вторых, мне кажется, что подобного рода необорудованные зоны на территории Хабаровска, конечно, нуждаются в большем внимании и с точки зрения обеспечения. Хотя нужно отметить, что последние годы стало значительно чище, и комитеты по управлению районами очень хорошо вместе с нами, с экологами, эти участки от мусора очищают. Вот буквально недавно мы чистили пляж завода Дальдизель, и мы можем сказать, что за 10 лет там ситуация кардинально поменялась. Люди начали за собой убирать, и это, безусловно, хороший знак. Ну, возможно, мы вызовем сейчас бурю негодования, но мы, правда, стараемся быть объективными. То есть с точки зрения экологии Амура, наличие там дамбы, снегоплавильной станции даже более предпочтительное, чем дикий пляж, на котором остается мусор. Ну, безусловно. Этот объект, конечно, давно уже просился в городе. Вопрос того, что сегодня контролирующие органы должны дать заключение, что никаких нарушений этот объект не будет иметь. Все инженерные сооружения, которые там будут построены для очистки воды, будут соответствовать требованиям законодательства. Это, конечно, уже следующий этап, и мы будем пристально следить за тем, чтобы этот объект не наносил потенциальную грозу. Ну, как я сказал, этим занялась природоохранная прокуратура. Возможно, дождемся еще и от них официального ответа. Ну, а пока мы сегодня говорим только об экологии. И в завершение. Мне кажется, этого шума не было бы, если бы у нас в городе было достаточное место для купания. Точнее, для отдыха. Для отдыха, согласен. Да, купаться нельзя. К сожалению, да, количество мест, где сегодня это можно сделать, оборудованных, в городе явно недостаточно. Ну, мы можем по пальцам сосчитать, если с южной части города. Это заимка, это дельфин пляж, да, это несколько частных озер на территории пригорода Хабаровска. Ну, и, конечно же, вопросы безопасности. Ведь лучше делать это под присмотром, иметь спасательную станцию, обследованное дно. Несмотря на все, мы прекрасно понимаем, что люди все равно в воду полезут. Мы следим за ситуацией. У нас в гостях был Владимир Сидоров, председатель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы.